так друзья новый ролик мы поговорим о моем травматическом пистолите ОВП ТТКДФ погнали так начинаем чудить после двустволки приобрел вот такой гаджет приобрел такой гаджет очень долго размышлял что я хочу в каком форм-факторе и за сколько первый раз я смотрел ТТКДФ в магазине это тоже самое крутил я его смотрел не было лицензий поэтому не вынесли его я смотрел тоже таком же вот кейсе пластиковым вот я смотрел крутил блин как же он мне не понравился тогда тяжелый угловатый как мне показалось как-то он хреново работал когда я его дергал его за гуся и я понял что нет 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 не хочу это такая не хочу а мне продавец говорит бери это последний то есть на тот момент видимо их магазине последний вот опять я засел за ролики опять я начал смотреть блогеров про всякие приколюхи для больших пацанов и вот я все-таки решил взять себе ништяк именно вот этот и именно ТТКДФ они внешне одинаковые но у них огромная разница по стволу ствол здесь заходит в рамку на шлицы у ТТКДФ а у просто ТТКДФ у него он держится вот на этих вот двух штифах ну то есть этих забыл как называется здесь же он входит в рамку на шлицы у ТТКДФ один штифт сверху где-то посередине маленький прям маленький вообще маленький здесь же два штифа но они в два раз меньше практически в два раза меньше стоят прям сразу же за патроном то есть то есть вот на таком расстоянии вот он здесь стоит штифт внизу и второй штифт где-то вот здесь вот вот прям сразу же они меньше чем вот это ТТКФ по размеру они меньше они меньше ну вот и то что их два это ни о чем не говорит штифт первый он прям сразу же за патронником он даже подминает гильзу вот и он ничего как бы ни на что не влияет абсолютно через этот штифт просто шарик просто перекатывается и через там пол сантиметра встречается с другим штифтом который меньше чем вот это ТТКФ намного меньше в два раза меньше почти вот и у него остается потом свободный гладкий ствол по моему гладкий то есть я его ну щупала для разгона шарика вот то есть это вот столько вот штифт где-то вот здесь вот стоит вот так вот разгоняется шарик в по стволу значит приобрел я его думаю конечно же допиливать да вот здесь вот прям вот обрезал этот бобровый хвост прямо тут ранил я его не напильником я просто ножом не острой частью просто кухонным ножом сейчас покажу я просто взял вот это кухонный нож даже по моему даже вот этот вот и просто вот так вот 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 так вот все это зачистил просто его так вот его зачистил то есть вот эти вот неровности убрал не острой частью ножа это вот здесь прямо плавка это не острость она прям ну дискомфорт давала во всем остальном я ничего не шлифовал не не год подавателя не шлифовал не не саму рамку ничего не делал то есть ну уже все уже наверно кто интересовался понимает что наверно 5 5 петти пистолеты в данном случае тткдф который со съемным стволом их запрещают их уже не будет но это я об этом думал кстати как это так ствол съемный кто это вот допустил вот такая конструктивная особенность у этого пистолета что у него стол съемный я надеюсь что нам его оставят те кто купил уже обратной силы чтобы не имел закон и было бы все замечательно то есть я владелец шикарного пистолета я считаю что это лучше пистолет то есть вот так я в руках его покрутил его и считаю его удобным не толстым ребята он сделан железом здесь нет пластиковых запчастей это железный пистолет не то что можно кого-то там хлопнуть по башке а просто это железный пистолет то есть это да это не совсем т.д. т.д. меньше здесь он пока по конструкциям другой ну а так вот вот т.д. пожалуйста вот так вот это т.д. точно почти т.д. а так короткий т.д. мне очень пистолет нравится покручиваешь его в руках его привыкнешь к его весу ребята он вам понравится тут кто не не приобрел еще его думает чтобы приобрести советую если еще есть такая возможность 29 января 2022 года я думаю что уже наверно даже уже и поздно либо их нету либо скорых запретят такие вот патроны 10 на 32 сделаны из то есть это вот берется вот такая вот гильза 545 обрезается и получается вот такой вот патрончик ну это охолощенный для схп здесь много пороха ну прям слышно как он там и много для того чтобы за затвор автомат калашнику двинуть чтобы громко было и механизм перезарядки сработал здесь конечно же вот учитывая если шарик вот такой то здесь прям пороха вариант но наверное с 2 блин это в лучшем случае с двух двухголовочные спичные две спичные головки думаю пороха здесь пороха очень мало то есть если сюда пороха добавить выстрел будет совершенно другой но я этого не советую делать я этим не занимаюсь и это просто как сказать к примеру говорю если сюда добавили бы чуть побольше пороха то бы выстрел бы был бы и шарик не не разрушился бы переходе через ствол потому что ну там минимальные штифты то есть моя как 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 он сказал что это делается из 5 5 очень нравится мне пистолет очень нравится опять же в квартире не досылайте не досылайте патроны в ствол в патроник не досылайте не проходите путь тот ошибок который уже пройден до вас счастью мною тоже не был пройден были какие-то моменты но к счастью они нормально все закончились не страшно и поэтому я сейчас у меня табу писта троник не досылать потом таким образом он не встает на затворную задержку потому что ему нужен магазин так вот встает значит приобрел я пружину и уже и показывал здесь пружина прям слабенькая мягкая слабенькая мягкая вот это вот она чувствуется что она ну посерьезнее за грамм пауэр по мука к 100 купил и также в темпе вот два таких магазина купил это таташки магазины таташки магазины есть момент значит этот прям вот один в один таташки магазин таташки магазин но со мной вот когда я покупал при покупке вот видите какая разница у магазина как отрушил статака какая тут есть какая-то вмятинка здесь а здесь этой мятинки нету поэтому как тот он если этот вот он свободно входит и выходит то есть прям но без всяких вопросов вот уже блин вот этот вот как только как-то он блин это входит чтобы войти нужно вот кнопку нажать то есть вот ведь он не входит нажимаешь кнопку и вот он ток 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 тогда входит также все встает на задержку все блин как тут он это видимо эту штуку нужно поднять и нужно как-то его разобрать какую-то точечку положить фанеру и бородком вот несколько раз уступим здесь выбить это бородком и сделан вот так тоже как тут он работает на пиже вот нужно нажать сюда то есть блин как тут он все таки видите выпадает как то он все таки то есть я это еще не вузу то есть я это еще но учет как тут у нас мы раз и он как тут ну как то он не так он как-то работает ну все я его его исследовал его разница только вот в этом в этом подмятие чего это дает непонятно но так 222 магазина купил работают они все есть еще варианты здесь наваривают для дополнительных двух патронов то есть удлиняют магазин и он получается получается он вот такой плюс два патрона это по законодательство не нарушает 10 патронов то есть 8 плюс 2 а так в лазиться в 8 блин не знаю вот этот как-то это будет заходит странно то есть вот он и входит выходит без этих вот ну тышь чё там что-то его сильно его забил что как-то странно блин вот короче вот этот мятинга нам для чего-то нужно имейте ввиду чтобы не вставлять пальцем пальцы в голову то есть такой может быть вот ты купил его и он чё-то что-то как тут расколбас какой-то а с этим все нормально за 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 все стрельбы я с ним сделал около 200 выстрелов за все стрельбы у меня клинанул раз-два второй раз то есть я первый раз выстрелил трассник клинанул и еще как может быть как-то ну в общем я не помню чтобы он не клинил раз клинил точно это второй выстрел с него может быть еще раз ну нету ни клина с него ничего нет с него отличный пистолет прям вообще железный с таким характером самый русский пистолет как я говорю вот ребята его надо брать если еще это возможность ладно ну и конечно же я приобрел к моему т.к. вот такую мачету такая вот мачета это вот блин вообще огонь просто огонь такая вот мачета самый русский пистолет это когда я наберем